Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов летных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 19 декабря, и давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущий торговый день. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели движения это закрепиться выше максимума, который мы видели вчера на отметке 1.18.33 и далее пойти на 1.18.74. Следующая цель 1.19.53. Возврат к продажам по данной паре произойдет в том случае, если мы видим движение ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.17.37. Пара британский фунт, американский доллар на текущий момент находится все так же в нисходящем тренде, который у нас образовался на прошлой неделе в пятницу и ближайшие цели по данному нисходящему движению. Это область 1.3309. Далее следующие цели открываются уже на отметке 1.32. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим торговлю выше максимальной значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.3417 с целями движения на 1.35 и далее на 1.36. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент находится в восходящем движении. Вчера торговались в достаточно узком диапазоне. Торговля была порядка 36 пунктов, волатильность за день. На текущем момент тенденция на покупку сохраняется и цель по движению это закрепиться выше максимума, в котором мы видели вчера на отметке 1.2880. Это будет также дополнительным подтверждением того, что покупки будут сохраняться и дальше. Но в том случае, если по канадцу мы увидим торговлю ниже отметки 1.2842, это минимум, который был зафиксирован вчера, то уже вероятно вновь возобновление продаж по данному активу. Поэтому за этим уровнем важно следить. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают свое нисходящее движение. Ближайшая цель это отметка 112.30 минимум, который был зафиксирован вчера. Следующая цель 111.98. Возврат к покупкам по данной паре будем отслеживать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 112.82. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели на сегодня закрепиться выше отметки 76.77. Максимум, который был зафиксирован вчера, далее пойти на 76.94. Следующая цель это 77.32. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы и понедельника. Это отметка 76.40. Еврофунт на текущий момент продолжает свое движение в восходящем тренде. Ближайшие цели это закрепиться выше максимум, которые были вчера на отметке 88.39. Ну и далее пойти уже на 90.18. Возврат к продажам по данной паре мы будем отслеживать после преодоления минимальных значений в области 87.91. Минимум, который был зафиксирован вчера. Золото продолжает свое восходящее движение. Сегодня уже торгуемся выше максимум, которые были зафиксированы вчера. Поэтому ближайшая цель движения это отметка 1265 долларов за тройскую унцию. Ну и следующая цель это уже 1280. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях понедельника и пятницы. Это уровень 1252 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent находится сейчас все так же в нисходящем тренде. На текущем два важных уровня, которые мы будем отслеживать. Максимум и минимум вчерашнего дня. Пробитие минимума подтвердит продолжение нисходящего движения. Это область 63.24. Но в том случае, если нефть может закрепиться выше максимума, то есть отметка 64.15, то уже вероятно развитие восходящего сценария по данному активу с целями движения на 64.97 и далее на 66.20. По индексу DAX тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться выше отметки 13300 и далее пойти на 13500. Возврат к продажам по данной паре будет отслеживать в том случае, если индекс DAX сможет преодолеть минимальные значения в области 15 декабря пятницы отметка 13000. Ровно пока данный уровень можем считать ключевым для начала нисходящего сценария. Те уровни, которые будут формироваться уже на следующих торговых сессиях мы будем разбирать на наших следующих видео обзорах. Ну и биткоин вчера доходил до максимальной значения в области 19419. Волатильность была также не самая большая по данному активу. Нисходящий ближайший уровень разворота находится на текущем отметке 17 990 долларов за 1 биткоин. В том случае, если биткоин сможет уйти ниже данного уровня, то уже вероятно развитие коррекционного сценария по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда, напоминаю, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и ваши вопросы пишите под комментарием к этому видео. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.